Итак, любимая забава россиян в последние месяцы следить за избирательной кампанией в Соединенных Штатах Америки. Вмешаемся во внутреннюю политику другого государства, нарушим День Тишины и поговорим, за кого сегодня болеть будем с самым известным барнаульским американцем, писателем и кинопродюсером Сэнди Кроликом. Доброе утро, Сэнди. Рада приветствовать вас в нашей студии. Доброе утро. Спасибо за приглашение, Женет. Сегодня в Америке день выборов, а выбор науле. Вы не собираетесь участвовать в голосовании? Да, я не попал туда в день выборов. Увы, и не смогу проголосовать, но надеюсь, что скоро вернусь в Америку. Сэнди, россияне, кажется, уже выбрали своего кандидата. Большинство из нас симпатизируют Дональду Трампу. А как американцы? Кого готовы поддержать большинство жителей Соединенных Штатов в Наважске? Да, в этом году процесс очень интересный, потому что оба кандидата весьма особенные. Да, уж особенные. Вы шутите? Да, продолжаем особые американские традиции. Конечно, оба кандидата индивидуальны, выдающиеся, но это настоящая беда, потому что я понимаю, почему россияне поддерживают Трампа. Хилари Клинтон не лучшим образом зарекомендовала себя на государственной службе. И все же, что касается большинства американцев, как вы думаете, кого они поддержат? Если послушать тех, кто составляет прогнозы, анализирует и занимается просчетами хода и результатов выборов, безусловно, между Трампом и Клинтон раскол, но есть сегмент людей, которые независимы и до сих пор не определились, за кого голосовать. Никто из них не знает. Я думаю, это будет напряженная борьба, где кандидаты наберут почти равное количество голосов. Американский процесс очень сложен. Ощущаете ли вы себя наполовину русским человеком? Да, пожалуй, за исключением моего русского, который, мягко говоря, не идеален. А с возрастом все сложнее и сложнее учить новые языки. Но я провожу последние 10 лет здесь, и большую часть года я живу в Барнауле, на Алтае. И действительно, я себя сейчас чувствую больше русским, чем американцам. И все же об американцах. Они на самом деле ненавидят нас русским? Нет, нет, конечно. Знаете, есть определенные личности в элите политической системы Америки, кто не любит Путина, его людей и все, что связано с Путиным. Но у простых американцев нет негатива по отношению к русским. Вы знаете, я работаю по обменной программе здесь, в Лингвистическом институте Педуниверситета. И последние пару лет летом сюда приезжают американцы. И вы знаете, они обожают русских, и мы любим Россию. Однажды во время дебатов Клинтон назвала Дональда Трампа путинской марионеткой. Как вы относитесь к подобным заявлениям? А я уверен, что сама Клинтон – марионетка нескольких американских олигархов. Не думаю, что Трамп – путинская марионетка. Мне кажется, что им обоим, и Клинтон, и Трампу, возможно, нужно, чтобы только о них и говорили. Давайте сделаем ставки. На ваш взгляд, кто может стать победителем? Вы знаете, я согласен с Трампом. Выборы – процесс далеко не совершенный. Думаю, что за сценой будут манипуляции, и в результате может победить Клинтон. И здесь избиратели вряд ли что-то изменят. Если оглянуться назад на результаты праймерис в борьбе между Берни Сэндерс и Хиллари Клинтон, здесь очевидно, что они были сфабрикованы. Я не верю в честность демократических институтов. Я уверен, что за этим процессом стоят олигархи, которые лоббируют свои крупные бизнес-интересы. И именно они поставили женщину Клинтон, которая и призвана руководствоваться этими интересами. Слушайте, а Дональд Трамп вам не кажется немножко сумасшедшим, нет? Нет, не думаю, что он сумасшедший. Я считаю, что это просто человек, которому повезло унаследовать огромное состояние своего отца, который великолепно преуспел в своем бизнесе, что, кстати, может сделать и русский, и любой житель Барнаула. Вести бизнес непросто, а делать деньги в капиталистическом мире еще сложнее. Я думаю, что у Дональда Трампа были свои взлеты и падения. Да, я не считаю его сумасшедшим, он вполне нормальный человек. Я бы его назвал политически некорректным. Большое спасибо за время, которое вы нашли этим утром, чтобы побеседовать с нами в этой ситуации. Спасибо, с удовольствием, спасибо, что пригласили. О том, за кого болеете на сегодняшних выборах президента Соединенных Штатов, мы беседовали с барнаульским американцем, писателем и кинопродюсером Сэнфордом Кроликом.